Время встречи Время встречи Перчатки Сколько угодно Санитайзер для рук Разумеется Медицинское оборудование Большой выбор ортопедической обуви Для женщин и мужчин И еще много-много всего того Что поможет вам Достойно противостоять болезням И радоваться каждому дню Магазин Лава Саплай Расположен по адресу 7564 Линкольн Авеню Вскоке 7564 Линкольн Авеню Вскоке Приезжайте Или позвоните по телефону 847-329-1238 И вы узнаете Как сделать заказ С доставкой на дом 847-329-1238 Пользуйтесь Услугами Магазина Лава Саплай И Будьте здоровы Дамы и господа А поскольку Вы здоровы И я надеюсь Вы будете пользоваться Услугами Магазина Лава Саплай Мы перейдем К другому вопросу Быть ли Штатом Федеральному Округу Колумбия Совсем недавно В пятницу 26 июня Контролируемая Демократами Палаты Представителей Поддержала Законопроект О предоставлении Федеральному Округу Колумбия Статуса Штата Законопроект Был одобрен Исключительно Голосами Демократов Только один Пацан Осмелился Голосовать Против Что ему Скажет Мадам Пелоси Можно догадываться Против Были все Как один Республиканцы И лидер Республиканцев Сенате Мисс МакКоннелл Объявил Верхняя Палата Даже не будет Рассматривать Одобренный Нижний Палат Законопроект Нетрудно Однако Предсказать Хоть события Если в результате Предстоящих Выборов Демократы Получат Большинство Мест В Сенате Законопроект О предоставлении Статуса Штату Федерального Округа Колумбия Будет Одобрен Наложит ли Президент Вета На Законопроект Мы с вами Ответ знаем Дональд Трамп Отвергнет Законопроект Демократ Кто бы им ни был Одобрит Но это вовсе Не значит Что Федеральный Округ Колумбия Станет 51 Штатом Конгрессу Принадлежит Право Принимать В состав Соединенных Штатов Америки Новые Штаты Но это Право Не распространяется На Федеральный Округ Колумбия Чтобы Округ Стал Штатом Недостаточно Закона Одобренного Конгрессом Простым Большинством Голосов Требуется Внести Поправку Конституции Поправка Жа должна Быть Одобрена Во-первых Абсолютным Большинством Голосов Две Трети Каждой Из Палат Конгресса И во-вторых Легислатурами Как минимум Тридцати Восьми Штатов Три четверти От общего Числа Когда и если Демократы Превратят Нашу страну В однопартийную Федеральный Округ Колумбия Станет Штатом Однако Ныне В наши Дни Сегодня Демократы Об этом Могут Лишь Мечтать Впрочем Почему Не Помечтать О новом Штате Который Даст им Еще Два Мандата В Сенате Сегодня У Федерального Округа Колумбия Нет Депутатов В Верхней Палате И У одного Депутата В Нижней Палате Нет Права Голоса Между тем Жители Округа Федерального Округа Колумбия Платят Местные Федеральные Налоги Их Политические Руководители Это Мэр Депутаты Горсовета Они Не упускают Возможности Напомнить О вошедшем В историю Американской Революции Лозунги Нет Налогам Без Представительства Ноут Аксайшин Ваут Репрезентэйшин Это Была Одна Из Главных Претензий Жителей Североамериканских Колоний Королевской Власти Федеральный Округ Колумбия Налоги Платит Но Представителей Во власти Не имеет Несправедливо Нет Справедливо Потому Что Это Особое Место В стране Округ Всего Лишь Это записано В Конституции Цитирую Место Пребывания Правительства Соединенных Штатов Записано Это было В 1787 Году Конституции Когда Округа Которому Министр Министр Кнанцев Александр Гамильтона И конгрессмена Джеймса Мэдисона При посредничестве И участии Государственного Секретаря Томаса Джетерсона И вот Через Два Года После Этой Тайной Встречи Джетерсон Он назвал Ее Обедом Через Два Года После Обеда Он Рассказал Что Происходило В его Нью-Йоркском Доме В тот Год Правительство Соединенных Штатов А это Исполнительная Власть Законодательная Судебная Располагались В Нью-Йорке Временной Столицей Страны И Нью-Йорк Был Не первой Временной Столицей После Провозглашения Независимости В июле 1776 Года И до Июня 1783 Года То есть Почти Что Семь лет Столицей Была Филадельфия И быть бы Филадельфией Постоянной Столицей Если бы не Событие Которое Вошло в историю Как Пенсильванский Бунт Бунт Устроили Солдаты Они Бунтовали Потому что Они не получали Зарплату В течение Многих Месяцев И вот Утром 20 июня 1783 Года Несколько Сот Бунтарей Собрались У дома Где заседали Депутаты Конгресса Я напомню В то время Конгресс Был однопалатный И бунтарей Объявили Никого Не выпустим Пока не будет Решен вопрос О выплате Причитающихся Нам Денежек Александр Гамильтон Он был Депутатом Из Нью-Йорка Обратился За помощью К правительству Пенсильвании Переговоры С правительством Пенсильвании Были Бесплодными И оказавшихся В заточении Депутатов Конгресса Спас Находившийся Вне Филадельфии Президент Джордж Вашингтон 24 июня Того же Года 83 1783 Он направил В город Полторы тысячи Солдат Бунт был Подавлен Организаторы Арестованы Однако Депутаты Конгресса Сочли за Благо Покинуть Филадельфию Сессия Конгресса Завершалась В Принстоне Это Штат Нью-Джерси В ноябре Того же Года Столицей Стал Город Анаполис Это Мэрилент В ноябре Следующего Года 1708 1704 Столица Переехала В Трентон Это Нью-Джерси Ну и Наконец В январе 1785 Года Столица Обосновалась В Нью-Йорк Сити В Манхэттене Нью-Йорк Сити тогда был Манхэттеном Бруклин Квинс Бронкс В состав Нью-Йорка Города Нью-Йорка Не входили И вот Когда в мае 1787 года В Филадельфии Собрался Конституционный Конвент Никто Из собравшихся Не рассматривал Этот город Как будущую Столицу Это И нашло Отражение В Конституции В создании Специального Цитирую Округа Не превышающего По площади Десяти квадратных Миль Который Станет Местом Пребывания Правительства Соединенных Статов Так Записано В Конституции Решение Об округе Для столицы Страны Было принято Повторю еще раз В 1787 году И начались Споры Споры Раздоры Где быть Этому Округу Северяне Северяне Хотели Видеть Столицу Своей Страны На севере Южане Южане Хотели Видеть ее На юге На состоявшейся 20 июня 1790 года Тайной встречи Обеди Обеди Гамильтона И Мэдисона Было решено Округ Будет На юге В это время 1790 год Полным ходом Шла Межпартийная Война Мы знаем С вами Конституция Не предусматривала Создание Политических Партий Но две Партии Родились Едва ли Не одновременно С рождением Первого Согласно Конституции Правительства То есть В первые Месяцы 1789 Года Сидералистам Они ратовали За сильное Центральное Правительство Им противостояли Антифидералисты Республиканцы Они выступали За вольницу Для штатов Лидерами Федералистов Были Президент Джордж Вашингтон И министр Финансов Александр Гаминтон Лидерами Антифедералистов Были Государственный Секретарь Томас Джефферсон И конгрессмен Джеймс Мэдисон Противостояние Федералистов И антифедералистов Достигло Апогея При обсуждении В Конгрессе Поздней весной 1790 года Вопроса О выплате Штатами Долгов Образовавшихся Во время Войны За независимость Каждый Штат Задолжал Много Премного Так вот Согласно Плану Который Предложил Министр Финансов Гаминтон Федеральное Правительство Освобождало Все Штаты От выплаты Долгом Брало На себя Долги Всех Штатов И предоставляло Затем Возможность Каждому Штату Постепенного Возвращения Делок Денег В государственную Казну Северные Штаты Встретили Предложение Гамильтона На ура Окей Окей Потому что Их общий Долг Достиг Астрономической По тем временам Цифры 21 миллион Долларов Они не имели Ничего против Чтобы долги Выплачивало Федеральное Правительство Южные Штаты Южные Штаты Были Категорически Против Плана Предложенного Гамильтоном И громче других Протестовали Законодатели Вирджинии Потому что Этот штат Расплатился Почти уже Со всеми Военными Долгами Протестовавших Возглавлял Конгрессмен Из этого штата Джеймс Мэдисон Мэдисон Считал План Гамильтона Предоставит Федеральному Правительству Почти Неограниченную Власть Поэтому Он был Против Гамильтон Не сомневался Если Удастся Переубедить Мэдисона Значит В палате Представителей Будет убран Барьер На пути Его плана Что же Касается Мэдисона Он был готов Согласиться С Гамильтоном Но При Одном Условии Министр Финансов Поддержит Просьбу Южных Штатов О создании Округа Для федерального Правительства На юге И вот За обедом В резиденции Вирджинса Джефферсона Стороны Ударили По рукам Компромисс 1790 года Так Так Было Названо Соглашение Гамильтона И Мэдисона Оно Послужило Основой Для принятого Конгрессом В том же Году В 1790 году Закона О резиденции Закон Предоставил Президенту Вашингтону Право Лично Выбрать место Для будущей Столицы И Вирджинец Президент Вашингтон Выбрал Место Ну естественно На юге На берегу реки Потомок Для создания Округа Южные Штаты Вирджинии Мэриленд Поступили Счастью Своей земли Итак Закон о резиденции Не мог быть Принят В палате Представителей Без поддержки Депутатами Пенсильвании И чтобы Заручиться Их голосами Гамильтон Предложил Перенести Временную Столицу Из Нью-Йорка В Филадельфию Пенсильванцы Голосовали За И в следующие Десять лет Федеральное Правительство И иностранные Посольства Размещались В городе Филадельфия В том самом Городе Где в 1776 Году Была провозглашана Независимость А в 1787 Году Принята Конституция А в феврале 1801 Года Федеральный Округ Получил Это было Решение Конгресса Получил Название Колумбия Еще Раньше Было Решено Назвать Столицу Именем Первого Президента Джорджа Вашингтона В ранние Годы Существования Города Вашингтона Этот город Мало Напоминал Столицу Это была Деревушка Ну Затем Небольшой Городишко Вскоре После Гражданской Войны Население Перевысило 100 тысяч В 80-е Годы Достигло 200 тысяч В 80-е Годы 19-го В 1888 Году Это Дата Интересна 1888 Год Сенатор Республиканец Из Нью-Гэмшира Генри Блэйр Предложил Внести В Конституцию Поправку Которая Гарантирует Федеральному Округу Колумбия Право Участвовать В президентских Выборах Конгресс Отверг Предложение То есть Впервые Вопрос О предоставлении Федеральному Колумбия Право Участвовать В президентских Выборах Было Принято Предложено В 1888 Году Потребовалось Несколько Десятилетий Пока Об избирательном Праве Жители Столицы Заговорили Вновь Инициатива Принадлежала Теодору Нойсу Это был Многолетний Редактор Газеты Вашингтон Ивнинстар Такой Газеты Сейчас Не существует Ее Давно Уже Нет Когда-то Она Была Одной Из Ведущих В Вашингтоне Вашингтон Ивнинстар И в 30-е Годы 20-го Века Мистер Нойс Редактор Опубликовал Множество Статей В поддержку Участия Жителей Столицы В президентских Выборах Нойс Создал Организацию Под таким Названием Объединенный Гражданский Комитет По национальному Представительству Округа Колумбия Он Скончался Нойс Редактор Газеты Скончался В 1946 Но комитет Созданный Им Продолжал Свою Деятельность В 50-е Годы Речь идет Опять-таки Это 20-й Век Это была Уже Борьба И за Гражданские Неправа И борьба Увенчалась Успехом В 1959 Году Сенатор Демократ В штате Теннесси Эстас Кефавер Предложил Предоставить Федеральному Округу Колумбия Право Участвовать В президентских Выборах Предложение Переросло В законопроект О поправке Конституции В 1960 Году Шла Президентская Избирательная Компания И оба Кандидата В президенты И демократ Джон Кеннеди И республиканец Ричард Никсон Они поддержали Одобренную Палатой Представителями Сенатом Законопроект О поправке Конституции И вот Поправка Она 23-я По счету Вошла В силу 29 марта 1961 года Потому что Именно в этот день Эту поправку Одобрил Огайя И Огайя Был 38 штатом Голосовавшим За Поправка Поправка Провозглашает Я читаю Замечательную 23-ю поправку Округ Являющийся Местом Пребывания Правительства Соединенных Штатов Назначает В порядке Установленным Конгрессом Столько Выборщиков Президента И вице-президента Сколько Сенаторов И представителей Округ Мог бы Набрать Если бы Был штатом Но ни в коем случае Не больше Чем Наименее Населенный Штат Я подчеркиваю Если бы Округ Был штатом Это записано В 23-й поправке Конституции Наименее Населенные Штаты Были представлены В коллегии Выборщиков Тремя выборщиками Это мы с вами знаем Два сенатора Плюс Один конгрессмен И федеральный округ Колумбия Также получил право Иметь Трех выборщиков В 1964 Году Три выборщика От округа Спервые Участвовали В выборах Президента И конгресс Вновь Заговорил О статусе Штата 1964 Год Конгресс Снова Заговорил Чтобы округу Дали Статус Штата Но вот Министр юстиции Роберт Кеннеди Он оставался Министром юстиции И после убийства Брата Джона Кеннеди В 1963 Президентом Стал Как мы знаем Линдон Джонсон Роберт Кеннеди Оставался Министром юстиции Он был В числе Тех Кто выступал Против Предоставления Статуса Штата Федеральному Округу Кеннеди 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 Не сомневался Федеральное Правительство Не должно Находиться В каком-либо Месте Где правит Кто-то Другой Вот что Писал Роберт Кеннеди Министр юстиции В 1964 Я цитирую Совершенно Необходимо Иметь Правительство Которое Не подлежит Юридикции Или контролю Какого-либо Штата Таким образом Не должен Федеральный Округ Колумбия Оставаться Штатом Окей Это был 1964 Год Сегодня Спустя Полвека С лишним Сегодняшние Революционеры Это демократы Прогрессисты Либералы Социалисты Марксисты Их мало Волнует То что Записано В конституции То о чем Говорил Роберт Кеннеди И многие Другие Политики Это Сегодняшние Революционеры Они Разрушители Страны Они В грош Не ставят Тех Кто ее Создавал Ибо Все Создатели Были Белыми Некоторые Из них Были Рабовладельцами Как Вашингтон Джефферсон И Мэдисон Но Разрушителям Придется По крайней мере На первых Порах Руководствоваться Конституцией И чтобы Превратить Федеральный Округ Колумбия В штат Им Следует Принять Новую Поправку Конституции Которая Отменит 23 Поправку Мы с вами Знаем На основании Исторического Опыта Была поправка О сухом Законе Потом Появилась Поправка Которая Отменила Сухой Закон Точно 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 Так Они Хотят Отменить 23 Поправку Революционеры Им Предстоит Принять Новую Поправку Это Дело Хлопотное И Вряд ли Осуществимое В ближайшие Годы Дамы и господа Экскурс В историю Я не могу Не закончить Реакцией Нашей Революционной Общественности На вышедший Недавно Музыкальный Фильм Гамильтон Этот фильм Мы знаем Воспроизводит Мюзикл Который Дебютировал На Бродвее В 2015 Году Этот мюзикл Завоевал Бесчисленное Число Всевозможных Наград И он Заслужил Похвалу Даже Самого Президента Барака Обамы 2015 Год Всего-то 5 лет Прошло Но с тех пор Америка Изменилась Что было Хорошо Вчера Нынче Предается Анатеме Создателя Гамильтона Луи Мануэля Миранду Его возносили В 2015 Году До небес Сегодня Его критикуют Это слишком Мягкое слово Критикуют Но я использую На радио Слово Критикуют Его критикуют За прославление Белых Рабовладельцев Гамильтон Дамы и господа Не был Рабовладельцем Но он Посмел Жениться На Элизабет Скайлер Дочери Филиппа Скайра Одного Из крупнейших В штат Нью-Йорк Рабовладельцев И Гамильтон Родившийся У матери Одиночки Рос Он В нищете Он Виноват Ищи В том Что его Обучение В Нью-Йорке В колледже Оплачивали Состоянные Белые Американцы Ну какой Нехороший Мальчик Состоятельные Белые Оплачивают Его образование Интересная Реакция На критику Господина Миранды Миранда Создатель И мюзикла И фильма Он И продюсер Фильма Джеффри Седлер Они Признали Себя Виновными За неучастие В протестах В связи Со смертью Рецидивиста Джорджа Флойда В мюзикле И фильме Дамы и господа Звучит Песня Комната Где это Случилось The room Where it happens Эта комната Место Обеда Гамильтона Мэдисона И Джефферсона Комната В которой Было решено Где Будет Находиться Федеральный Округ Колумбия Не будет Сторического Обеда Столица Нашей страны Могла бы Находиться Где угодно Не обязательно На берегу Реки Потомок В каком-то Другом месте В каком Именно Она могла Находиться Дамы и господа Нам приходится Только Гадать На этом я ставлю точку В монологе Дамы и господа Но у меня есть одно Небольшое замечание Я получил Два замечательных письма Читателя моей книги Тень проклятия Тень проклятия Тегумсена Белым домом И эти читатели Они восстают Мы хотим Видеть Английский вариант Для наших Детей и внуков Окей Дамы и господа Тем у вас У кого есть дети И внуки Которых Оболванивают В школах И университетах Дамы и господа Папа и мама Дедушки и бабушки Скажите Своим Замечательным Детям и внукам Что английский вариант Книги Тень проклятия Тегумсе Должен выйти В белый свет До выборов Нынешнего года И вот на этом Я ставлю точку Не покидайте нашу волну Я вернусь к вам Через несколько минут Уважаемые дамы и господа Мы возвращаемся В программу Алексея Орлова Моя Америка А в этом сегменте Как обычно Алексей Соглашается Ответить на ваши вопросы Выслушать ваше мнение Или обменяться мнениями Поэтому пожалуйста Набирайте номер телефона В студии 847-400-5200 Алексей Я предлагаю Начать принимать звонки Вперед Договорились Добрый день Вы в эфире Здравствуйте Анатолий Здравствуйте Алексей Вот вы оба Приехали В Соединенные Штаты Гораза раньше Многих из нас И к тому же Вы обладаете огромными знаниями По истории Соединенных Штатов Мой вопрос заключается В том Что Вот Уже много раз Вы, Алексей, говорили о том Что Манипуляции Происходят на избирательных участках И Обе партии Трешат этим И Хочу спросить у вас Кто же Обеспечивает нейтральность И честность Тех лиц Которые Подсчитывают Эти бюллетени И я почему об этом спрашиваю Потому что У нас в Нью-Йорке Демократы На прошлой На прошлой неделе Провели Браймерс И послали Избирателям 70 тысяч Бюллетени А получили От них Больше Ничего В разы больше И вот Я опасаюсь Того Что Демократы Могут То же самое Сделать И в ноябре Этого года Спасибо Ну Вопрос Замечательный Честность И нейтралитет Должна Обеспечивать Комиссия По выборам В каждом штате Отделение Этой комиссии Есть В каждом городе В каждом Графстве На каждом Избирательном Участке Должны быть Своего рода Наблюдатели Но все Это Это все Теория Там где Безгранично Правит Демократическая Партия Там Окей Если вы живете В Нью-Йорке И вы когда-нибудь Вы знаете Я сейчас Приведу Совершенно Конкретный Пример Жена Моего Давнешнего Давнешнего Друга Она много лет Работала Учительницей Она недавно Вышла на пенсию Они живут В Квинсе И она работала В Квинсе В школе Где она работает Во время Выборов Это был Избирательный участок Сюда Отводилось Соответственно Помещение Избирательный участок На каждые выборы Привозили Автобусами Автобусами Черных Избирателей И латиноизбирателей Которые голосовали Так Как им будет Предложено Те я приведу Из личной жизни Моя мама И тетя Покойные К сожалению Они жили в городе Джерзи-Сити Причем они Жили в районе Ну таком Так сказать Среднем По достатку И туда Во время выборов Часто приезжает Автобус Который Возил пожилых людей Стариков На избирательный участок И вот На какие-то На какие-то выборы Моя тетя и мать Поехали В этом автобусе И по ходу Поездки Поездка занимала Там 10 минут Или 15 Водитель автобуса Он же и руководил Всем этим делом Выяснил Что моя мать И тетка Будут голосовать За республиканцев Значит Когда все это Закончилось Когда Он их Привез всех Назад Он отозвал Мою маму И мою тетю В сторону И слезно Умолял их Никому не говорите Что вы голосуете За республиканцев Потому что Мне наказано Возить только демократов Это там Где царствуют демократы Значит Нас с вами Не должны волновать То что будет В Нью-Йорке Будет в Чикаго Будет в Лос-Анджелесе В Детройте Там Царят демократы И Что бы мы с вами Не делали Демократы Наберут Определенное количество Голосов Я еще раз Приведу Для радиослушателей Чикаго У вас был замечательный мэр Дейли Их было двое Папа и сын Папа был Приятелем Ну Не другом Приятелем Знакомым Скажем так Кеннеди В 1960 году 1960 год Когда Кеннеди Жел в президенты У него соперником Был Ричард Никсон Он прямо сказал Дейли Что Джек Джек Так он называл Джолла Кеннеди Джек наберет В графстве Кук Это Чикаго Столько голосов Сколько нужно Для победы В штате Иллинойс Окей Так было Есть и будет Всегда Значит Нас с вами Должно волновать Состояние Что будет В так называемых штатах Где будет Решаться Определен Решаться Кто будет президентом К примеру К таким штатам Принадлежит Мой штат Северная Каролина Я уверен На 99% Что те места Где живу Где я проживаю То место И окружение Никаких Махинаций Не будет Если Больше голосов Наберет Демократ Значит Будет Демократ И республиканец И республиканец Но то Что будут Махинации В таком городе Как Шарлотт Где царствует Горсовет Состоит Почти Исключительно Из демократов Где Население На 50 Или на 45 Процентов Черных То есть Нас Должно Волновать Чтобы не было Махинации Там Где Решается По существу Исход Выборов Теперь Что касается Почты Пример Который Вы провели Совершенно Замечательный Но опять Это все Для Нью-Йорка Меня волнует И нас всех Должно волновать Я говорю Нас всех Кто хочет Нашу страну Видеть Счастливой То есть Чтобы мы Не видели Победу Демократов Потому что Если победят Демократы И в Белый дом И в Сенат Окей Забудьте О том Какой была Америка Мы об этом Будем говорить Но я готов Об этом Сказать Сегодня Значит Нас Должно Волновать Чтобы не было Махинаций На В решающих Штатах И махинации Могут быть Потому что Бюллетени В некоторых Штатах Это будет Почтовое Голосование Что касается Почтового Голосования То можно Какие-то Бюллетени Потерять Какие-то Можно Не сосчитать Какие-то Можно Подложить Причем Эти махинации Могут проводиться В колоссальных Размерах В колоссальных Размерах Поэтому Лично Я очень Беспокоюсь За исход Выборов Прежде всего В штатах Где будет решаться Судьба Выборов В штатах Таком Как Северная Каролина И особенно В тех штатах Где будет Узаконено Голосование По почке Выборы Нужно было Больше пива Сдается Что боятся Обидеть Демократов Нехорошей Информацией Перед выборами По-моему Самое время А то опоздаем После выборов Это уже Никому не нужно будет Спасибо Как ваше мнение В штатах Окей Значит Совершенно Прекрасный вопрос Мы знаем Пару дней назад Юридический Комитет Сената Обнародовал Документы Из которых Следует Что федеральное Бюро Расследований Знало Что никакого Сговора Между Трампом И Россией Нет Об этом Они знали Еще в феврале Марте И апреле 2017 Года То есть До того Как началось Расследование Мюллера Уже было известно Что вот этот Документ Главный Который Подготовил Бывший Английский Шпион Бывший О том Что там Трамп Что-то вытворял Что ФДА Считало Что фактом Этого документа Верить нельзя Тем не менее Было начато Расследование Мюллера Теперь То что касается Расследование Которое Ведет даром Я с вами Соглашусь Что если О результатах Расследования Не будет сообщено По крайней мере В сентябре По крайней мере В сентябре То Потом Наступает Гонка Президентская Никто не будет Обращать внимание На том Что расследовал Даром Более того Не дай бог Будет продолжаться Вот эта эпидемия Этой китайской Заразы И вообще Если это будет Позднее сентября Все положат Подсукнуть Теперь опять-таки Что интересно О том Что юридический Комитет Сената Опубликовал Документы Пару дней назад Пару дней назад О том Что FBI Знала Что никакого Сговора не было Нам Об этом Сообщила Телеканал Fox News Нам об этом Сообщили Консервативные Радио Голоса Но об этом Нам не сообщает Ни 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 Сил Чтобы Замолчать Чтобы Широкая Публика Понятия Не имела О том О чем Докопался Даром Сделать Это будет Довольно Таки Трудно Потому что Если там Действительно Он обнаружит Какие-то Ну скажем так Нелады Законом То Это Это Судебное Дело Судебное Преследование Опять-таки Это должно Быть сделано Не позднее Начала Середины Сентября Если Позднее Забудьте Спасибо За вопрос Спасибо Алексей Принимаем Следующий Звонок Добрый День Вы В эфире Добрый День С приездом Алексей Спасибо За ваши Передачи Все Влек Так И мне Хотелось бы Все-таки Немного Оптимизма Ну в каком Смысле Вы наверное Помните Статью Добролюбого Луч Света В темном Царстве Да Верно Ну вот Все вы Это Да Значит Что мне Хотелось бы От вас Услышать Ну вы Какой-то Луч 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 Света Сохранил В том же Терминологии В царстве Республиканцев Ну вот После Воскресного Интервью Трампа Я вам скажу Какой луч света есть Я скажу Пожалуйста Спасибо Ну Луч света Я начну С истории Я об этом Кстати сделаю передачу Но я сейчас скажу вам Скороговорка Сначала история В 1948 году 1948 год За месяц За месяц До выборов Рейтинг Президента Демократа Трумэна Был 36 То есть Такой же Как у Трампа Более того Некоторые Социологические Фирмы Уже Отказались Проводить Опросы Общественного Мнения Чтобы не терять Денег Поскольку Никто не сомневался Что выборы Выиграет Республиканец Томас Дьюи Никто не сомневался В этом Никто не сомневался Средства массовой информации Сказали Трумэн Конец Если верить слухам Пока что слух У меня еще Не докопался Ну это не слухи Это почти что правда Кроме Трумэна Мало кто верил В том Что он может победить Трумэн победил Это у нас 1948 год Я не буду напоминать 2016 Это у нас На всех в памяти Потому что В июне В июле Все считали Что 100% Да победит Хиллари Клинтон Мы знаем с вами Что произошло Какой есть луч Света в темном царстве Луч следующий Здравомыслящие Американцы Вне зависимости От того Какой партии Они принадлежат Ну есть фанатики Скажем Которые ненавидят Трампа Чтобы не было Они будут голосовать За демократов Ну есть Здравомыслящие Даже среди демократов Да Но я уж не говорю Среди независимых Сбирателей Они не могут Не видеть Что происходит Сейчас в стране И они должны Сознавать Я даже скажу Не должны Не должны Больше Должны Это как бы Приказ Должны Сознавать Они не могут Не сознавать Что произойдет Если демократ Войдет в белый дом И если демократы Получат Большинство В обеих палатах Конгресса И еще один Таскать луч Пару дней назад У меня есть прекрасная Извините Это не то что личная Ну это Парикмахерская Стефани Ну потому что У нас с ней Хорошее отношение Прежде всего потому что Она республиканка Я не был у нее Ну полтора месяца Я знаю что она Уезжала в большой уикенд Independence Day Уезжала с семьей отдыхать И когда позавчера Я пришел к ней в салон Сел в кресло Я спросил Стефани Как отдых И она мне вот что рассказала Вот это достаточно интересно Отдыхала пять семей Они все там дружат Друг с другом Три семьи Это республиканские Две семьи демократы И потом Поэтому когда они Все собираются вместе Они вообще о политике Стараются не говорить Они говорят о детях О школах О спорте Бог знает о чем Но только не о политике Так вот В этой поездке Речь зашла о политике И инициаторами были Как раз Те две семьи В которых голосуют За демократов И женщины Представительницы Этих семей Мужчины как бы Помалкивали Но видимо соглашались Женщины сказали Они видят Что происходит В стране И они не будут голосовать За кандидата Демократической партии Я понимаю Что этот Рассказ Это Весьма далек От социологического Исследования Тем не менее Тем не менее Он в какой-то степени Вселяет надежду Потому что Мы не можем считать Всех демократов Абсолютно Полными Идиотами Ну или Окей Политишек Допустим Полный идиот Или оболваненные Дети в школах И университетах Окей У них мозги Поверчены На бекрень Но есть Масса других Демократов И они не могут Не видеть Что происходит Поэтому Моя надежда И я думаю Надежда Многих из нас Что молчаливое Большинство Мы привыкли Silent majority То есть Те люди Которые Не выпячиваются Они не участвуют Ни в каких Митингах Ни в каких Акциях Протеста Ни за Ни против Что эти люди Silent majority Что у них Хватит Ума Большинство Хватит ума Чтобы понять Что приход Любого демократа В Белый дом Байдена Или не Байдена Байдена Придет Все равно Скоро его заменят Потому что у него В голове не все в порядке Это катастрофа Для страны Поэтому Я Я не скрываю Надежды Дамы и господа Я действительно Надеюсь Что Трамп Может победить Спасибо Алексей Давайте Примем еще Один звонок Быстренько У нас не так Много времени Добрый день Вы в эфире Здравствуйте Алексей Это Алекс С Брайтон Битча Спасибо за Вашу Интересную Книгу Вопрос В продолжении Нашей Предыдущего Вопроса Предыдущей Передачи Вы сказали Что суд Высший суд Не позволит Теперь Никакому стату Отделиться То есть Если Давайте представим Что если Какой-то Штат Большой Типа Тексаса Которого К тому же Свой выход Через Мексику Принудительно Отделиться И перестанет Платить Таксы Седом И так далее Ваш прогноз Что предпримут Федеральные власти Спасибо Ну Вы знаете Опять-таки Это Вопрос Чисто Теоретически Что значит Они Перестанут Платить Федеральные Налоги Это То есть Перестанут Платить Все компании Перестанут Платить Федеральные Налоги Все люди Которые Платят Личные Индивидуи Перестанут Платить Налоги Потому Что Даже Если мы Представим На секунду Что абсолютно Все Частные Компании Все Общественные Организации Все люди Перестанут Платить Налоги Все равно То есть У федерального Правительства Есть Федеральные Войска То есть Как это Штат Захотел Выйти Из состава Союза Вы знаете Это Сегодня Это Для фантастического Романа В фантастическом Романе Это возможно На практике Это Исключено На 99 И 9 9 9 9 9 9 Исключено Это Практически Это Совершенно Невозможно Потому Что Все Повязаны Как Только Могут Калифорния Окей Калифорния Как Может Выйти Калифорния Из состава Союза Понимаете Это Ну Это Это Даже Теоретически Сегодня Не обсуждается Это Научно Это Фантастический Роман Такого Просто Напросто Быть Не Может Опять Таким Мы С вами Говорим А Сегодня Мы не знаем Что будет Через Сто лет Или Через Сто Пятьдесят Империи Рушатся Правильно Может И рушиться Такая Империя Как Соединенные Штаты Все Может Произойти Но Если Мы С вами Говорим О Реальных Вещах О Каких Ближайших Десятилетиях Ну Этого Просто Произойти Не Может Итак Спасибо Огромное За ответ И Алексей У вас Есть Буквально Пару Минут Ваше Заключительное Слово Прошу Окей Дамы Господа На Следующей Неделе Мы Будем С вами Говорить О том О чем Говорят Сегодня Кто Только Не Говорит О Репарациях Правильно Значит Предлагается Человек Который Владеет Уже Подсчитано Сколько Триллионов Должно Быть Потрачено Чтобы Удовлетворить Аппетит Скажем Так Аппетит Чернокожих Американцев Репарация Значит Я конечно Углублюсь В историю Как всегда Потому что Вопросы Репарациях Впервые Об этом Заговорили Когда Заканчивалась Гражданская Война И был Известный Лозунг Генерала Шерлона Я об этом Буду Говорить Через неделю Что Каждый Бывший Раб Должен Получить 40 Акров И одного Мула 40 Акров И одного Мула Это было Первое Предложение О репарациях Ну и Говоря о том Что Конгресс Уже несколько Десятилетий Лежит Законопроект О репарациях Если Если Опять-таки Повторю К власти Придет Президент Демократ Демократы Получат Фантаст Тринадцать Триллиона 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 Какие-то Придуманы Как все Это может быть Я не знаю Через неделю Я постараюсь Восполнить Пробел В своих Знаниях И ваших И на этом Я ставлю точку Дамы и господа Спасибо всем Кто слышал И Как говорится У моего Спонсора Пользуйтесь С услугами Магазина Лава Саплай И Будьте Здоровы